Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня у нас будет актуальнейшая тема, тема верхней одежды. И смотреть мы ее будем в магазине Каляя, который, собственно, на этом и специализируется. Поэтому здесь есть все, начиная от натуральных шуб и заканчивая пуховиками. Помимо широкого ассортимента, здесь еще очень приятные цены. А учитывая, что проходит распродажа, черная пятница, то и вовсе. Народ, кстати, не теряется и активно все скупает. Итак, предваряя ваши вопросы, я была в торговом центре Коламбус. Это метро Пражская. И здесь огромнейший магазин. Вы знаете, это сеть магазинов. Сейчас они есть практически в каждом торговом центре. Но не каждый магазин имеет такой ассортимент. С одной стороны, это, конечно, плюс. С другой стороны, готовьтесь провести там немало времени, как сделала это я. Давайте же начнем. Хочу начать с пуховиков. Мне очень понравился вот этот вот пуховик. Он только на кнопках. Нет у него замка. Такого красивого пудрового цвета. Длинное, теплое, уютное. Практически одеяло. Все, как нам стилисты рекомендуют. Вот такой незаметный здесь карман. Достаточно глубоко он запахивается. Для тех, для кого отсутствие замка является минусом. Никогда не снимал пуховик через голову, когда застревал этот замок. Я когда-то такое проделывала в театре. Когда опаздывала на спектакль, у меня замок застрял. Я вам показала очень хороший капюшон глубокий. Красивого цвета подкладка. Такая контрастная. Стоит пуховик всего 10 тысяч. Я уже шутат выклад таких цен. Есть такие же короткие. Но правда там биопух, надо понимать. Но продавщица сказала, что у нее такой же и он очень теплый. Если вам хочется чего-то поярче, то поярче есть. Например, вот такая желтая. Написана цена по карте лояльности. Я так понимаю, должна быть карта ваша, правильно? Да, но даже при первой покупке мы опортируем карту. И с первой покупки у вас будет вот такой... Понятно. Это потому что важно. Там разница сильно большая. В общем, вы поняли. Скидка дается уже на первую покупку вместе с картой. Пуховик этот стоит 10 тысяч. Почему-то так же, как и длинный. Странное для меня ценообразование. Ну да ладно, перейдем вот к такой яркой практически лыжной куртке. Лыжная тематика. Она в общем-то тоже в моде. Вот этот черный манжет. Это манжет от куртки. Они от моей водолазки. В общем, интересная такая куртка для тех, кому надоели пуховики. Стоит она 11 тысяч. На ней написано пуховик. Вы видите, здесь нет никаких простежек. Зато есть интересные детали, относящие нас к спорту. А вот внутри она как раз простеганная и такая непродуваемая ткань. Кулиска еще есть. Есть вот такие яркие куртки. Я не решилась. Решилась только на розовую. Вы, наверное, знаете. Для тех, кто не знает, хочу сказать, что у этого магазина есть как собственное производство, так и он собрал под своей крышей различные бренды. Поэтому выбор огромен и по дизайну, и по наполнению. Даже не знаю, где можно найти еще такое количество пуховиков, такой выбор. А вот это как раз их собственный бренд. Есть большие размеры. И они сделаны в виде кокона. Стоят 10 тысяч. И вот этот кокон как бы еще по центру, мне кажется, должен стройнить. Такая отстрочка. Есть такие яркие для любителей. Привлечь внимание. Меня всегда привлекает. Поэтому от одного ярко-красного перейдем к другому. И это уже пальто. Пальто просто шикарно выглядит. Двубортное. И это пальто, конечно, не для тепла, а для красоты. Стоит 12 тысяч. В 48-м размере я вымерила. Здесь нет шерсти. Здесь полиэстер и вискоза. Хотя при этом он такой плотный. Я бы даже не подумала, что там нет шерсти. Но для этого пальто это не важно. Видите, здесь такая отстрочка, как у Макс Мара. Я надела еще к нему черные перчатки. Очень эффектно. Мне кажется, можно покрасоваться за такие деньги. Я знаю, многие захотят его примерить. Поэтому показывала, как называется бренд. Ну и взяла еще черную сумку. Сумка наилегчайшая просто. Хотя эта кожа стоит 5300. Еще одно яркое пальто, но уже зеленое. Такого яркого достаточно цвета. Показываю вам его длину. К зеленому хорошо смотрится. Красные, естественно, это комплементарные цвета. Для меня красная сумка это Ту-Мач. А вот красные перчатки в самый раз. Показываю вам название бренда. Я мерила его в 50-м размере. Стоит 9500. Здесь, конечно, всего, по-моему, 30% шерсти. Но за такие деньги оно и понятно. Можно, конечно, его расстегнуть. Но, наверное, не стоит. Потому что вот эти вот штрипочки, их никуда не деть, к сожалению. Поэтому для многих пальто-халат является наиболее удачным вариантом. Здесь нет никаких пуговиц. Есть вот такой внутренний какой-то пояс. Просто запахиваете и идете. Мне в последнее время, конечно, тянет на серое. И красное с серым тоже, конечно, хорошо смотрится. Вот его завязываете, как халаты, вперед. На своем канале про стрит-стайл. Я, кстати, заметила, что красный шарф это всегда очень хорошее решение. Шарфы и палантины тоже есть в этом магазине. В каждом магазине я нахожу пальто Тренч, потому что смотрится это очень эффектно. Жесткая линия плеча. Здесь еще такая елочка. Опять же, серый цвет. Я прям страдаю по-серому. Очень хорошо смотрится с черным. Ну и, конечно же, с красными перчатками. Тоже не очень теплое, но и не очень дорогое. А это, пожалуй, мой фаворит. Такой глубокий, красивый зеленый цвет. К сожалению, камера не передает. Оно прямое. Мне даже показалось чуть приталенное. Здесь прекрасный состав. 80% шерсти, 2% кашемира. И вы видите, можно подвернуть рукав для тех, кому он длинноват. Кнопку эту убираем двумя легкими движениями ножниц. Не нужна она здесь. Ну и, конечно же, прекрасно смотрится с красными аксессуарами. Тем более, что они у меня под рукой. И перчатки, кстати, кожаные. Прямо, скажем, недорогие. 1700. Причем и с шерстяной подкладкой, и без подкладки стоят одинаково. Чем, опять же, меня удивили. Пыталась я вам цвет показать поближе. Но не получилось. И я думала, что это пальто без пояса. Нет, так оно оказалось с поясом. Поэтому, все-таки, для любителей подчеркнуть талию welcome. Но поскольку, поскольку здесь нет штрипок, то пояс можно снять без всякого ущерба. И все-таки вот такой цвет мне нравится больше, чем чисто красный. Конечно, эта сумка совершенно не подходит себе по стилю. Просто показываю вам сочетание двух цветов. Конечно же, здесь есть пальто и на невысокий рост. Я просто не стала примерять, потому что на мой метр семьдесят два наверное, не очень хорошо бы это смотрелось. Но мне всегда сетуют, что во всех магазинах все только на высокий рост. Приходите в этот магазин и вы здесь обязательно себе что-то подберете. Есть прям совсем полупальто. Начиная от шести тысяч. А есть вот такая красота для тех, кто не хочет быть как все. Вот такие пальто, я думаю, многим понравятся. Мне кажется, они зимние и у них есть утеплителя. Всяком случае, они достаточно плотные такие. Стоит пятнадцать тысяч. Пятьдесят восьмой размер, заметьте. И я щупаю этот воротник и думаю, ну, наверное, искусственный за такую цену. Полезно смотреть еще раз. Ну нет. Написанный песец. Шерстяное пальто в восемьдесят процентов шерсти с песцовым воротником за пятнадцать тысяч. А это вообще за одиннадцать тысяч. В восемьдесят процентов шерсти в песцовый воротник. Простое, лаконичное пальто. Серое, черное. Красиво, мне кажется. Есть цветные, пожалуйста. Синяя, бордовая. Большой выбор искусственных шуб. Мне вот эта вот розовая понравилась. И, в общем-то, не зря она мне понравилась. Она на манекене у них висит. Не могла я обойти своим вниманием леопардов. Десять тысяч всего. Такая яркая, эффектная шуба. Я уже давно на них облизываюсь. И даже где-то примеряла. И даже мне было хорошо. Но все-таки не решаюсь. Другая расцветка. Для таких, как я, бояк, пожалуйста, вам клеточка. Очень-очень мягкая. Очень комфортная. Такой халат. Есть искусственные дубленки. Есть длинные, есть короткие. Но поскольку дубленка все-таки вещь искусственная имеется в виду. Не очень теплая, то, мне кажется, в длинном варианте можно и не покупать. А купить какую-нибудь модную, короткую. Ну, вот, например, с таким воротником большим. Единственное, я ее померяла в сорок восьмом размере. И мне не нравится. Вот здесь вот эта шла. Она мне широковата. Нужно было бы в сорок шестом, чтобы она была вот так вот поуже, мне кажется. Стоит она девять тысяч. Но, наверное, я бы выбрала себе вот такой классический авиатор. Можно, конечно, застегнуть до конца, чтобы шею не продувала. Вот здесь тоже застегивается. Но эффектнее, конечно, смотрится в расстегнутом виде. Носить ее нужно тогда, когда не очень еще холодно. Стоит она десять тысяч. Вот такая эффектная, красивая куртка-авиатор. А эти куртки из состаренной кожи я увидела уже, когда уходила и не выдержала, вернулась и примерила. Ну, прям хорошая. Тоже ее можно застегнуть до конца. Конечно, эффектнее она смотрится в расстегнутом виде. Мне нравится вот эта состаренная кожа. Единственное, наверное, я тоже бы здесь взяла в 46-м размере. Потому что мне не нравится вот этот вот колокольчик на бедрах. Ну и плечо было бы более на месте. И есть они в двух видах. Здесь застежка идет прямо под горлом. Там она чуть-чуть наискосок. И карманы здесь другие. Мне здесь больше, правда, понравились открытые швы. Есть, конечно же, и натуральные дубленки. Вот, например, авиатор кожи и овчина. Рукава у меня, правда, здесь коротковаты. Ну и сама куртка мне бы на два размера побольше. Хотя это уже 48-й размер. Стоит она 22 тысячи. Ну и здесь, конечно, можно тоже застегнуть все. Вот такой авиатор, в общем. И здесь бы я, наверное, как раз взяла бы по длине и пообъемнее. Вот красивая синяя. Видите, какой воротник синий. Ну и стоит она 34 тысячи. Много там, конечно же, различных головных уборов. Я выбрала такую модную ушанку. Правда, она мне, видимо, оказалась большеватая. Ну и закончить с искусственными шубами я бы хотела вот этим эффектнейшим пальто. Ну, хотя как искусственными. Здесь вообще до 30% шерсти. Стоит 15 тысяч. 50-й размер я взяла, чтобы прям было пообъемнее. Здесь есть еще пояс. И продавщица мне сказала, что очень пользуется спросом эти пальто. Еще одно полушерстяное пальто за 12 тысяч. Я его не примерила, но красивое, куларболочное. Помимо искусственных и полушерстяных шуб и пальто, есть шубы из овчины. Вот никого вам не напоминает. Это буква F. Стоит такая шубка 45 тысяч. Эффектная. Практически дизайнерская. Дизайнерская. Я примерила из овчины вот такую короткую курточку. Меня в последнее время тянет на короткое. Ну, такая симпатичная. Я сначала подумала, что, может быть, пуговицы контрастные здесь лишние, но потом подумала, что очень хорошо они сочетаются с моей черной водолазкой и серыми джинсами. Стоит такая куртка 5 тысяч. Здесь белая по длине. Покажу вам куртки легкие, которые заменят вам Uniqlo. Стоят они где-то 4 тысячи, 4-5. И сейчас небольшой выбор. Я когда была весной, было очень много. Надеюсь, что их еще завезут. Вот такой я вам подготовила ролик. Надеюсь, он вам понравился. приходите в сам магазин, примеряйте, если у вас нет возможности. У них есть интернет-магазин. Переходите внизу по ссылке под этим роликом и заказывайте. Ставьте лайки этому видео. Мне будет приятно читать ваши комментарии. И до новых радостных встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok